Журнал новый, с первого января у нас есть. И первой родилась у нас девочка. 9 часов утра. Первые роды были. Торжественная выписка первой маленькой череповчанки 2016 была накануне, говорят врачи. Долго в стенах роддома сейчас не держат. На третий день, если с малышом и с мамой все хорошо, отпускают домой. К такому приятному событию готовится сегодня и Эльмира Ященко. Пару дней назад она стала мамой. Собиралась первой. Но все, ничего, все прошло потом. Уснула нормально. Думала, первого числа поедем. Но папа сразу сказал четвертого. Так и получилось. Вот так папа хорошо чувствует. У него четвертого ноября. Он говорит, давай четвертого. Я хорошо. От папы для мамы и маленькой дочки этот солнечный букет. За окном мороз, серое небо, а в палате весна и счастье. Для их семьи оно уже второе по счету. Есть старшая сестренка. И это хорошо, говорит Эльмира. Значит, есть помощница. Да и девичьи, приданное для новорожденной, покупать практически не пришлось. От Танюши осталось. Первая Таня, вторая Оля Сергеевна. Звучит хорошо. Имена у девочек такие простые, красивые, а еще редкие по нынешним временам. По данным статистики областного ЗАГСа, самыми популярными в 2014 и 2015 году были Ксении, Дарьи и Марии. А мальчишек чаще других называли Артемами и Максимами. К слову, здесь, в городском роддоме, сегодня в рождественский сочельник родился и крепыш значительно больше 4 килограммов. Это, конечно, не рекорд, говорят акушеры. Главное, чтобы дети были здоровыми. Здоровья мамам, конечно, пожелать. Здоровья деткам их будущим и родившимся уже. За 30 лет работы Татьяна Германовна помогла родиться тысячам малышей. А за несколько дней наступившего года в этих стенах появилось 31 дитя. 2016-й начался с небольшого затишья. А вот 4 января отдыха у акушеров не было. Мальчиков и девочек поровну примерно. Также и в роддоме «Северсталь». Там приняли уже 27 маленьких череповчан. Виктория Пименова, Сергей Павлов. Новости.